Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В том числе мам, детей, которые в детский садик ходят, которых тоже приходится довозить на машине. В общем, родители несколько раз в день некоторые, как я понимаю, туда ездят. О проблеме, как я понимаю, сейчас знают власти Чепецкого района. Раз. Власти города Кирова знают или не знают? Знают. Знают. Значит, давайте по порядку. Вот мы буквально через день после получения обращения к нам, родителям, мы инициировали выезд туда на место. То есть мы не стали начать с переписок, с запросов в администрацию Кирово-Чепецкого района. Города Кирова предложили сразу выехать на место и на месте. Собственно говоря, и были представители и Кирово-Чепецкого района, и города Кирова, и транспортной компании, которая до марта месяца этот маршрут обеспечивала. Перевозчик. Да, перевозчик. Перевозчик Новотранс. То есть перевозки это межмуниципальные. Вот сразу, чтобы было понимание, почему мы всех туда пригласили. Потому что ситуация осложняется тем, что у нас несколько населенных пунктов находятся на территории Чепецкого района. Но дети ходят в нашу городскую школу номер 74, это Радужный. И на месте мы столкнулись как раз, мы были свидетелями недопонимания даже разграничения границы города Кирова и Кирово-Чепецкого района. То есть при нас вот это обсуждение было, что, знаете, вот в таком режиме, что вот у нас заканчивается здесь, а не здесь. И мы выяснили, что до сих пор граница там четко не установлена. Вот почему я об этом говорю. Потому что, когда мы ввели речь о дороге, кто должен это делать, да? То есть там как раз в районе Татары населенный пункт после переезда, значит, Радужного. То есть здесь вот это наше, а здесь вот это не наше. Мы с этим столкнулись. На территории Чепецкого района перевозчик уже увидел, сам подтвердил, что там частично с марта месяца подсыпка была сделана, и часть дороги отремонтирована. То есть вот это состояние его удовлетворяет, да? А то, что ближе к городу Кирову, там действительно серьезная проблема по этой дороге. И вот один из пунктов, который при нас, между собой они там выясняли, это уточнение, что должны выехать кадастровые инженеры, уточнить вот эти точки. Но это очень долгая история, да, как мы понимаем. И эта история длится уже несколько лет именно вот в этой части. А в части дороги мы в настоящий момент имеем уже несколько представлений прокуратуры, мы их получили, которые в свое время были направлены по этой дороге. То есть вопрос стоит, что делать сейчас. Сейчас стал вопрос очень острый, почему с марта месяца это не так было. Мы понимаем, что... Дистанционка. Дистанционка, да. А сейчас действительно они вынуждены ходить и вынуждены ходить. Либо по проезжей части, чтобы было понимание этой дорогой через поле, через лес. И один из моментов, который мы пытались выяснить, возможность, допустим, на этот временный период в каком-то виде школьного автобуса, но, к сожалению, мы говорим, что это, опять же, межмуниципальное. И плюсом к этому на наш городе БДД никогда не позволяет этот маршрут, тем более для школьного автобуса, раз он не удовлетворяет маршруту обычного автобуса. То есть этот вариант пока не рассматривается, но и мы не можем оставлять без внимания вообще жителей этого района, которые были там территориально. А там есть несколько многодетных семей и пенсионеры, и участки, как они говорят, выделяются под новые, под многодетные семьи. Соответственно, количество детей будет только увеличиваться. И, повторюсь, это территория, которая, ну, вплотную, граничит с территорией города Кирова. И мы не говорим о новом маршруте, о возобновлении того маршрута, который был. Вот. Представители администрации города на месте были. А кто был, Владимир, скажите, пожалуйста, кто был от администрации? У нас был представитель дорожно-транспортно-паркового хозяйства. Не помните, как зовут? Думал, уточним. У меня сейчас нет под рукой. Да, она была. Мы после этого, значит, мы связывались по телефону с Дмитрием Александровичем Печенкиным. Поскольку у нас была договоренность, что в понедельник или вторник на этой неделе мы встречаемся в Министерстве транспорта, вот, с всем этим кругом. Но эта встреча не по нашей, скажем так, вине не состоялась. Нас попросили это отложить. Поэтому мы очень надеемся, что она состоится в следующий понедельник. Я прошу прощения, а зачем встреча в Министерстве транспорта? Это что, вот, ну, непонятно без этой встречи, что надо что-то делать? Это понятно, но нам нужно, собственно говоря, усадить за один пол в все эти стороны. Потому что каждая сторона, вот, в своей части, она, ну, скажем, вот, то, что мы сейчас видим, немножко занимается, ну, не то, что... Ну, понятно, перекладыванием ответственности друг на друга. Да, это правда. То есть, первое, вот, на наш взгляд, уже на настоящий момент можно убедить перевозчика, и мы попытались это сделать, вот, представитель перевозчика был на месте, убедить его возобновить маршрут, даже вот в этих условиях, но с пониманием четких перспектив, что это явление, ну, вот, когда будет уничтожено состояние дороги. И когда мы разговаривали с Дмитрием Александровичем, вот, после этого, с Печенкиным, он говорил о том, что у нас как раз в законодательном собрании, которое проходит на этой неделе, там предусматриваются поправки в бюджет в части выделения средств на ремонт дорог, и вот в этой части, возможно, нам вот этот проблемный участок, каким-то образом, если деньги будут переспределены, включить достаточно оперативно. Второй момент, о котором, опять же, шла речь на месте, и вот тогда представители администрации города и Киевчепетского района разговали о том, что у нас есть, бывает часть асфальтовой крошки, которая, получается, когда ремонтируют дороги, да, вот, новые покрытия кладут, что ее можно было бы часть каким-то образом использовать с другого участка на этот, для того, чтобы засыпать самые, вот, ну, такие большие проблемные ямы. Так. И вот перевозчик на месте, когда мы были, вот, уже категоричности этой не было, что мы никогда, ничего, пока все асфальтом не закатать, не будет. То есть, насколько... То есть, он на новой дороге не настаивает, он говорит, сделайте хоть что-нибудь. Он не настаивает. То есть, вот мы смогли убедить, ну, это сложно, как бы, там, в принципе, все люди взрослые меняются и видят этих детей, этих людей и пожилых, которые там живут. То, что, ну, требуют сейчас, вы сделаете новую дорогу, вот, полностью асфальтовую, и мы поедем, нет. Но, насколько мы из разговора на месте поняли, что если бы была понятна перспектива о том, что, там, через две недели, через три, когда-то, значит, вот это улучшение будет, то, возможно, возобновление рейсов, хотя бы, там, у двух рейсов, о которых мы говорили, чтобы попадали дети и в первую, и в вторую смену, а есть и первая, и вторая смена, чтобы хотя бы два раза в день вот этот автобус садил, начал вот эти рейсы делать. Потихоньку, аккуратненько, но начал делать. То есть, в принципе, вот такая возможность была. Поэтому мы настаивали на, скажем так, на том, чтобы собраться на площадке Минтранса, на уровне области, для того, чтобы это решить. У нас город Киров, и Кирово-Черпецкий район, вообще, находятся на территории Кировской области, да? И рассматривать этот вопрос отдельно, ну, сейчас просто, на наш взгляд, нецелесообразно, и мы никогда не придем к решению. Я поняла, то есть, должна быть комплексная встреча. В этих коробках, в том, что наша доля ответственности заканчивается вот на этой территории. Все понятно. Ну, что делать, если у нас дети живут в одном районе, а учатся через 7 километров, да, так случилось, но других вариантов нет. Это не потому, что они хотят ходить в прекрасную школу с 4-ю в Радужном, да, которая переполнена, да, и, собственно говоря, мы вот сейчас заложена вторая школа в Радужном, да, буквально позавчера, и количество детей будет только увеличиваться. А дороги до Радужного нет? А дороги до Радужного нет. Количество вот в этих нецелённых пунктах, оно будет по объективным причинам увеличиваться и людей, и семей, и детьми, и, собственно говоря, детей. Соответственно, этот вопрос нужно решать, и нужно решать срочно, не дожидаясь, пока у нас что-то с кем-то и детей учиться на этой дороге. Сейчас, имею в виду, достаточно рано световой день заметно стал короче, никаких тротуаров, ничего там нет, соответственно, дети идут либо по проезжей, часть, либо вторая часть, это вот то, о чём мы говорили, родители пилят, в районе кладбища, где бегут бродячие собаки, и это действительно очень опасно. В общем, не дожидаясь трагической какой-то истории, срочно надо вопрос решать. Конечно. Да, Владимир, спасибо большое, я прошу прощения, у нас просто время заканчивается, мы обязательно за этой ситуацией следить будем, да, и я надеюсь, что мы достаточно оперативно ещё и от администрации города попробуем получить комментарий. Да, давайте всё-таки вот сейчас к нашим гостям обратимся, спасибо им большое ещё раз, что дождались, я всё-таки Михаила Рябова, начальника ГИБДД по городу Кирову, прошу подтвердить, я правильно понимаю, что там школьный автобус невозможно запустить по этой дороге? Ну, дело в том, что... Говорят, вы не согласуете. Для того, чтобы принять решение о том, будет ли двигаться по той или иной дороге так называемый школьный маршрут, мы проводим полноценное обследование участка уличной дорожной сети, и оно должно соответствовать всем требованиям безопасности, начиная с ровности покрытия, обеспеченности дорожными знаками и так далее, при тех условиях, о которых мы сейчас говорим, понятно, что запуск маршрута невозможен. — Ясно. В общем, единственный выход — это делать дорогу и делать её срочно, как я понимаю, да? Всё, пешеходные переходы. Давайте всё-таки сначала внесём ясность. Я так понимаю, что было за последнюю неделю-две, было два обследования освещенности пешеходных переходов. Первое из них делала госавтоинспекция, это было на позапрошлой неделе, да, если я не ошибаюсь. И администрация города со своей стороны тоже сейчас ведёт обследование участков пешеходных переходов, тех участков дорог, которые ремонтировались по БКД, по программе безопасной и качественной дороги. Так ли это? Да, я вот вижу просто, что Виктор Валентинович Шотинов смотрит в документах. — Обследование было одно, акт предписания вынесен. А то, что касается БКД, это уже мероприятие по устранению, в том числе и этих замечаний. — Всё понятно. — То есть они между собой синхронизированы всё равно как-то, да, вот эти? — Да, пересекаются. По обследованию дорог там ещё были, я так понимаю, вынесены предписания по состоянию дорог самих. А это предписание отдельно именно по освещенности пешеходных переходов. — По освещенности. Вот давайте мы сейчас Михаила Рябову попросим нам рассказать всё-таки о проблеме, которая есть, потому что, ну вот то, что я видела в заголовках новостей, каждый пятый пешеходный переход в Кирове не соответствует нормативам по освещенности. — Ну, мне хотелось бы начать, наверное, именно с проблемы, почему мы так пристально обращаем внимание на состояние пешеходных переходов именно в этот период. Дело в том, что у нас в разгаре осень, стремительно сокращается световой день, и с каждым днём мы всё больше сталкиваемся с проблемой, когда дорожно-транспортное происшествие, происходящее именно в тёмное время суток, вечерние, ночные часы, выезжая на места происшествия, мы делаем соответствующие замеры и сталкиваемся именно с проблемой недостатка освещенности. Итак, за сентябрь текущего года по состоянию на сегодняшний день на территории областного центра зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 31 человек. Это я сейчас говорю исключительно про дорожно-транспортное происшествие, где не просто нанесён материальный ущерб, а где пострадали люди. То есть цифра 31 практически за 23 дня – это цифра достаточно внушительная. Я сейчас говорю именно про тёмное время суток. Из этого числа пострадавших 7 – это наезды на пешеходов. Соответственно, 7 человек получили травмы в тёмное время суток. И так или иначе, вопросы освещенности, в том числе пешеходных переходов, они вот в этот период стоят максимально остро. Но я как водитель могу подтвердить, очень страшно ездить. И поэтому мы наши все усилия к началу вот этого осеннего периода направляем именно на то, чтобы выявить проблемные участки, проблемные точки, проинформировать о них соответствующие ведомства и принять исчерпывающий комплекс мер по приведению пешеходных переходов, уличной дорожной сети в нормативное состояние, чтобы было видно водителям пешеходов, чтобы они не были неожиданностью для водителя, который подъезжает к тому же, скажем, нерегулируемому пешеходному переходу. Обследование у нас проводилось на первоначальном этапе совместно с представителями Кировсвет. То есть мы выезжали в течение нескольких дней, нам удалось проверить свыше 250 пешеходных переходов. Это большая часть пешеходных переходов на территории города Кирова. Из них, вот из цифры 255, 53 не соответствует требованиям соответствующих нормативных документов по уровню освещенности. Улицы у нас, соответственно, если вот в подробности вдаваться, делятся на несколько категорий. А, Б, В, то есть это магистральная улица, улица районного значения и местная. Если центральные улицы, основные транспортные магистрали областного центра более-менее еще освещаются и соответствуют требованиям освещенности, то второстепенные улицы и так называемые улицы местного значения оставляют желать лучшим. Да, Михаил Александрович, давайте мы просто людям поясним, что такое второстепенная улица. Ну, вот на примерах возьмем, улица Труда, это второстепенная улица? Давайте я вам в качестве примера приведу непосредственно те значения, которые мы имеем. Вот при обследовании улиц, если брать вот ту категорию местного значения, которое я сказал, по требованиям ГОС, нормативный уровень освещения от 6 до 15 люкс. В люксах измеряется у нас освещенность. Берем одну из таких улиц, улица Свердлова, 30, это пешеходный переход. Это филейка, ну, АЦМ там где-то даже. Да, значит, там уровень освещения 1 люкс. То есть вот во сколько раз, путем несложных математических вычислений, мы можем посчитать, во сколько раз снижен нормативный уровень освещения. А я правильно понимаю, что улица Свердлова, это ведь улица, по которой ходит в том числе общественный транспорт, то есть это не совсем маленькая улица, не какой-то глухой переулочек где-то на окраине? Значит, в качестве примера Казанская 55, 2 люкса, профсоюзная 83, Чернышевская 5, 2 люкса, ну и так далее, можно перечислять. То есть это наиболее такие, так скажем, пешеходные переходы, которые находятся совсем в тени, и там практически ничего не видно. Я вот думаю, что всем водителям надо переслушать, наш эфир будет потом, и адреса себе взять на карандаш и повесить бумажку в машине. Я по одному такому хожу регулярно каждый вечер, ну это правда страшно, тебя, наверное, не видят. Но вот хотелось спросить, всё ли дело в осветительных приборах? Некоторые водители мне говорили о том, что было бы неплохо, чтобы зебра была сделана из такого материала, который отсвечивает. То есть тут надо не только сверху работать, но и снизу. Есть такие проекты, какие-то решения уже, или мы только пока о свете говорим? Если говорить о причинах недостаточной освещенности, основные причины, ну я бы назвал две. Первая причина – это то, что светильники очень часто расположены в кронах деревьев. Очень много у нас таких улиц, где мы наблюдаем, что светильники есть, а свет до проезжей части, он практически не доходит. Потому что освещаются верхние кроны деревьев. Да, выглядит это красиво только. Да, сверху мы видим, вроде бы светильники есть, они на достаточном расстоянии друг от друга, вроде бы всё в нормативе. То есть сейчас, когда листья все опадут, будет светлее, я правильно понимаю? Ну, поэтому мы и обращаем внимание на эту проблему сейчас, потому что она проблема вот эта… Вот пока сейчас, пока ещё есть листья. Так скажем, совокупность вот этих негативных факторов, сокращение светового дня – это неблагоприятные погодные условия и наличие ещё пока растительности. Соответственно, когда дело будет идти ближе к зиме, когда пойдёт снег, ряд этих факторов будут нивелированы, и проблема не будет такой острой. Ну-ка снегом вообще светлее будет в Кирове, он же отражает, тут не вопрос. И вторая причина – это отсутствие дополнительных светильников там, где они необходимы. Потому что мы видим, что была проведена, в принципе, определённая работа, и в 2019 году в этом она продолжается. Когда на пешеходных переходах, особенно в местах расположения детских образовательных учреждений, у пешеходных переходов, помимо основного освещения, устанавливают дополнительные. Вот в качестве примера могу привести улицу Сурикова. Там, где у нас пешеходный переход освещен настолько хорошо, что мы, когда поворачиваем с улицы Воровского на улицу Сурикова… Я поняла, речь идёт об участке между Калининой и Воровского. Да, вот ближайший пешеходный переход, его уже от Воровского видно. Всё, что на нём происходит, причём и подходы тоже. Вот это в качестве положительного примера. Негативные примеры я назвал. Где один люкс, два люкса и так далее. Там не только за 300-400 метров не видно, там водитель уже вплотную подъезжает, и пешеход, получается, как призрак, оказывается перед машиной, уже когда сделать что-то крайнее, уже практически невозможно. Тот вопрос, который был задан про альтернативные способы освещения… Подсветки. Да. Мы сейчас с администрацией как раз вот в эти дни параллельно прорешиваем вопрос, есть такое техническое решение, как так называемая проекция. Это когда пешеходный переход, вот эта так называемая зебра, она не только в исполнении на асфальте нанесена краской либо пластиком, она сверху проекция в виде света. А то есть сверху что-то светит и выглядит это как зебра? Да, выглядит как зебра. То есть мы сейчас как раз такие вопросы с администрацией прорешиваем, пока это на уровне документов, но такие планы есть. Безусловно, те примеры, которые в тех или иных городах, где уже существуют такие проекции, конечно, видимость непосредственного расположения пешеходного перехода, она в этих участках, она максимально благоприятная, так скажем. А саму зебру из чего-то изготовить более технологичного, отсвечивающего? Ну, у нас та разметка, которая наносится сейчас в пластике, она предполагает в себе структурированные светоотражающие элементы, то есть при попадании света она, да, эффект свечения есть. Разметка исчезает очень быстро. Да, во-первых, разметка исчезает, во-вторых, мы понимаем, что когда вокруг абсолютной темени, всё-таки это эффект недостаточно. У меня, знаете, ещё какой вопрос? Вот я даже не столько по самому пешеходному переходу напрягаюсь, да, то есть вот сам-то пешеходный переход более-менее освещен. Не освещены те участки, где обычно пешеходы дожидаются, ну, то есть вот они подходят к пешеходному переходу, они стоят на тротуаре, вот там темно. И если человек в тёмной одежде, ты просто вот этот момент, что он подошёл к пешеходному переходу, ты его не видишь, ты видишь его уже вот непосредственно на зебре. И если этот человек очень быстро передвигается, кто-то пытается перебежать дорогу перед идущей машиной, ну, вот тут как бы риск ДТП, мне кажется, исключить, наверное, сложно. Может быть, ещё вот на это обратить внимание? Я не знаю, или, да, Виктор Валентинович головой кивал как раз, когда я говорила. Я имел в виду, что пешеходы, тут надо проводить определённую работу с пешеходами, действительно, они выскакивают и быстро передвигаются. Во-вторых, одежда и вот эта программа «Пешеход засветись», она бы очень здорово помогла тоже. Но со своей стороны, со стороны администрации, при установке дополнительных светильников на сегодняшний день мы учитываем и этот фактор. И кроме дополнительных светильников для подсветки непосредственно самой пешеходной зоны устанавливаются светильники в сторону пешеходной зоны, то есть откуда выходит пешеход. До тротуара, где он находится перед тем, как начать переходить. Так, много ли таких участков в городе будет подсвечено? Значит, эта работа проводится ежегодно. В том году по данной программе было установлено больше тысячи дополнительных светильников. В первую очередь на подсветку пешеходных переходов. И коллега это подтвердил, да, что работа ведётся. На подсветку пешеходных зон и подсветку остановок общественного транспорта. На подсветку пешеходных зон и остановок общественного транспорта меньшее количество, вот из этих тысяч. В первую очередь, как я и назвал, по приоритетности работа так и шла, это пешеходные переходы, в первую очередь на тех участках улиц, где были проведены ремонтные работы в рамках программы БКД, это позволяет сделать на сегодняшний день по финансированию. То есть из этой программы идёт финансирование? Да, в том числе и из этой. Идёт из бюджета по программе БКД и по комфортной городской среде, в том числе. Три источника финансирования. А по 2020 году есть какие-то цифры? Да, по 2020 году есть. Цифры я сейчас не скажу. Я знаю, что только по программе БКД уже разыграны конкурсы, это 608 дополнительных светильников. Скажу, что будет подсвечено, скажем так, въездные ворота города Кирова по улице Щёрса. Там односторонняя освещенность будет смонтирована полностью, как в том году по улице Проезжей будет смонтировано освещение дополнительно. И, соответственно, подсветка пешеходных переходов. Почему? Потому что скоростной режим. Люди, когда въезжают с трассы в город, там очень напряжённый пешеходный переход. Он подсвечен дополнительно, но он подсвечен с одной стороны. Это в перекрёсток с Ульяновской, я так понимаю? Нет, это от знака город Киров, как мы въезжаем со стороны аэропорта. И до автосоправочной станции Лукоил, до Ульяновской. А вот эти вот участки... Это я один пример назвал, их не один, да. Давайте мы конкретно... Давайте сходим на рекламу и вернёмся. Михаил Рябов, Виктор Ишутинов в нашей студии. Говорим об освещенности пешеходных переходов в нашем городе. Это ГИБДД и Кировсвет у нас. Совершенно верно. Давайте тогда всё-таки уже к действиям перейдём. Ну, то есть, вот выявлены были 53 из 255 обследованных пешеходных переходов с недостаточной освещенностью. Что с ними будет делаться сейчас? Ну, вот вы говорили просто до этого о планах таких далеко идущих, да, мы говорили про Щёрса, про подсветку. Мне кажется, они не самые далеко идущие. Ну, может, и ближайшие. Ну, вот, тем не менее, на вот эти 53 вы как будете реагировать? Что будете делать? Я не знаю, что ГИБДД рекомендует делать? Дополнительные какие-то светильники срочно поставить? Ну, вот те причины, по которым мы видим недостаточную освещенность уличной дорожной сети, их нужно устранять. То есть, и эта подрезка крон деревьев, где есть у нас, фактически есть уже освещение, но оно не светит. Ну, это зимой не очень актуально. И установка, конечно, дополнительного освещения, причём не только с ориентацией на основные магистральные улицы, где и так более-менее оно неплохое, а именно вот так называемая улица местного значения, второстепенная, где у нас много нерегулируемых пешеходных переходов, где откуда кроются основные проблемы. — Совершенно верно. Давайте мы разделим. То есть, есть текущая работа и долгосрочная программа, по которой работает администрация совместно с Кировсвет. Более того, в рамках выполнения работ по эксплуатации существующей сети наружного освещения данные замеры мы проводим периодически, выявляем такие участки и включаем тоже в планы работ. Это первое. Второе. Что касается непосредственно этого предписания, предписание есть, оно вынесено в срок ликвидации, скажем, этих нарушений, он определён, значит, установлены сроки, все эти работы будут выполнены, и освещенность данных пешеходных переходов будет, естественно, приведена в соответствии с нормативом. — Срок какой, вы говорите, срок определён? — Срок здесь определён до конца года. — То есть до декабря вам надо это сделать? — Да, там, сейчас всё скажу, до 12, по-моему, до 12 декабря. До 3 декабря. — До 3, до начала декабря. То есть к моменту, когда выпадет снег, эти проблемы должны быть устранены. — Да. — Ну, а вот с подрезкой деревьев, то, что мы обсуждали, я не знаю, сейчас имеет смысл это делать или нет, потому что это, наверное, ближе к весне актуально будет. Есть телефон у нас, звонок от слушателя. Добрый день. — Алло, добрый день. — Да, можно погромче, пожалуйста, и представьтесь. — Сергей, добрый день, слушатели вашего радио. Нет, предложение как бы по поводу этих проблем. Как дети ходят там по темноте, это у Бягина в школу, и, значит, насвященность переходов в городе. Без всяких финансовых затрат можно хотя бы сделать то, чтобы вернуть нам вот этот час, лучше 2, украдим. — А, я поняла. — Световые, то есть вот как бы... — Да, Сергей, есть такое предложение, но не к нашим сегодняшним гостям. — Тут все поспорят, конечно. — Понятно, но просто надо же как-то прорабливать это тут. И представители ГАИ у вас там сидят, и прочее. — Надо что-то делать с этим. — Понялась, Сергей. Да, спасибо. Спасибо. Ну вот есть такое предложение, действительно, там есть противники, есть сторонники. Делали мы как-то эфир. — Никогда не договориться, мне кажется. — Мне кажется, что это на уровне страны просто надо сделать, потому что... — Каждый живет по своему расписанию, каждому интересно, да, свое. — Давайте все-таки к более таким, ну, реальным, что ли, действиям. До 3 декабря должны быть выполнены все... — До 3 декабря. — До 3 декабря должны быть выполнены все предписания. И насколько я понимаю, участки, на которых будут вестись работы, это 45 улиц, в том числе крупные. Ну вот я вижу, что и производственные здесь, и проспекты строителей. Планируется установить более 100 светильников на пешеходных переходах и у 14 остановок общественного транспорта. Все верно. — Я не знаю, откуда вы взяли цифру больше 100. — Я ориентируюсь на коллег. — Да, на коллег, значит, смотрите, то есть количество светильников, сейчас эти участки все обследуются, прорабатываются технические мероприятия, то есть там, где позволяет существующая сеть опор, и они находятся непосредственно в близости к пешеходным переходам, соответственно будут установлены дополнительные светильники. В зависимости от ширины проезжей части, это будет один или два, а может быть и четыре, у нас есть и такие пешеходные переходы, где мы с каждой стороны ставим по два дополнительных светильника. — Это широкие улицы, это такое, да? — Да, совершенно верно. Часть объектов, которые здесь, я могу даже перечислить, они уже в плане БКД этого года, то есть они и до предписания были выявлены и находились на контроле, и, соответственно, они сейчас в рамках работы до конца этого года. — Ну, тут, наверное, не столько руки, сколько финансы. — Понятно. — Вот, выполняются, здесь они у меня переписаны. Ну, и, соответственно, у меня есть еще предложение коллеге, чтобы вот эти плановые работы по замерам проводились совместно с нашим непосредственным участком на всех участках. Почему? Потому что по некоторым участкам мы были удивлены, почему освещенность не соответствует. Когда стали разбираться, ну, просто во время замера режим сети был не… ну, то есть схема работы сети была в ненормальном режиме, то есть было аварийное отключение, и часть светильников не работала. То есть, соответственно, эти участки мы замеряем снова или совместно с замеряем, и проблема будет снята. — То есть вы езжали как раз на обследование и на замеры в тот момент, когда была какая-то авария. А когда аварий нет, там все горит. Ну, вот улица энтузиастов, это улица, это новая улица, где новый объект, который я сдам буквально год назад, мы непосредственно его принимали, там освещенность на момент приемки, она превышала норматив в два раза. — Виктор Валентинович, простите, пожалуйста, вот у меня есть ощущение, что в городе не всегда включают одновременно все светильники, которые должны гореть. Вот у меня есть ощущение, что я еду, там, например, с одной стороны фонари работают, а с другой нет. — А еще бывает, идешь, был-был свет, и вот и не стало. — Раз и пропал, то есть наступил на кнопку на какую-то, раз, и фонарь выключился. — Разрешите, я вот здесь подключусь к диалогу, вот просто в качестве примера. 2 сентября в 19.40, извиняюсь, 21.30, улица Лепси-10, значит, нерегулируемый пешеходный переход. Происходит наезд на пешехода, который переходит проезжую часть в границы пешеходного перехода, то есть он ничего не нарушает. — А там горочка такая темная, с которой едут машины. — Там горочка темная, но проблема-то в чем? В том, что на момент наезда освещение не работало вообще. Напомню, время 21.30. — То есть должно работать уже? — Оно должно работать, как потом выяснилось, вот то, о чем коллега говорит, аварийное отключение и так далее. Но здесь нужно понимать, что пешеходы-то вне зависимости от того, есть авария или нет, они передвигаются как водители, так и пешеходы, все участники дорожного движения. Мы замеры производим точно так же. То есть мы не выбираем, где вот сегодня у нас есть авария или нет, мы приезжаем с той целью, чтобы убедиться, что в любой день, вне зависимости от каких-то там форс-мажорных обстоятельств, там освещение должно быть. И это наше единственное требование вот в этой части, что оно должно работать, это освещение. Потому что вот такие примеры, когда у нас людей увозят в реанимацию только потому, что не работало освещение. Если бы оно там работало, соответственно, вовремя бы водитель увидел и предпринял соответствующие меры реагирования. Поэтому и в продолжение темы, наверное, с другой стороны тоже зайду, потому что это крайне важный момент. К сожалению, у нас дорожно-транспортное происшествие происходит не только там, где нет освещения. Они происходят и там, где оно прекрасное освещение, в том числе и регулируемые пешеходные переходы. Здесь вопросов, конечно, к пешеходам не меньше, чем к ведомствам различным, которые в условии нам создают движение, к водителям. У нас в правилах дорожного движения есть пункт 4.5, который обязывает пешехода, прежде чем выйти на проезжую часть, убедиться в безопасности. Это не просьба, это не рекомендация. И выйти, а не выбежать. Именно так. То есть пешеход должен убедиться, что мы наблюдаем на самом деле. Мы наблюдаем постоянно такую картину, что 9 из 10 пешеходов дошли до пешеходного перехода и просто переходят. Не глядя по сторонам, смотрят в телефоны, наушники в ушах. Это как бы нормальное явление. То есть они считают, что они дошли до пешеходного перехода. Нет, это не нормальное явление. Вот в сегодняшних условиях у нас привычное, так скажем, явление. Поэтому здесь к пешеходам тоже я обращаюсь и обращаю внимание на соблюдение вот этого одного пункта. Не нужно полагаться на водителя. Не нужно полагаться на то, есть освещение или нет. Человек сам должен за свое здоровье, за жизнь, за свое беспокоиться. А то, что мы сегодня ведем разговор про уровень освещения, да, мы обязаны создавать условия, но это должно быть, так скажем, в комплексе, в связке. И люди должны сами беспокоиться за свою жизнь, и соответствующее ведомство должны обеспечивать условия. У меня еще пара вопросов, потому что малого времени уже остается. Виктору Валентиновичу по поводу денег вы сказали, да, многое упирается в это. Что у нас сейчас есть на 2020 год? Сколько разыграли на вот эти шеи? На 2020 или на 2021? На 2020 пока. И сколько сумма на 608 этих светильников, которые уже будут? Как руководитель МУП «Свет» я вам сейчас сумму точно не назову. Почему? Потому что этим вопросом и проходят эти все суммы, конкурсы, и все проходят по администрации города через департамент городского хозяйства. Мы выполняем определенные функции по ремонту и содержанию существующей сети. И, соответственно, то, что выявляется и не соответствует нормативу, мы делаем перечни, списки результаты замеров там, где нужно провести определенные работы. В том числе и прорабатываем объем работы и рассчитываем их. То есть вы фиксируете, получается, недостаток. Ну и смету, да, составляем сметы, совершенно верно. И разрабатываем, в первую очередь, технические мероприятия, то есть инженерную работу, и осмечиваем. А вот смотрите, будет исполнено это предписание ГИБДД, выполните вы свой собственный план, допустим, на этот год. Можно ли вести речь о том, что мы будем близки к нормативному освещению всех хотя бы пешеходных зон в городе? Конечно, мы к этому стремимся. Это наша задача, я думаю, совместная задача с ГИБДД. Где-то в конце этого года мы сможем сказать, что хотя бы там стало нормально. По этим пешеходным? По пешеходным переходам вообще в Кирове. Или у нас еще много много районов? Вы поймите, что у нас идет строительство новых участков и дорог, но там, соответственно, учитываются уже. А там сразу должно быть. Да, все. У нас обордуется по сельским населенным пунктам сейчас дополнительное освещение, об этом уже говорили не раз. И идет целая программа на сегодняшний день, чтобы не ошибиться, по-моему, нам отправили список порядка 19 пешеходных переходов, которые на существующих участках сети создаются вновь. Да, спасибо большое. У нас просто не остается времени. Звукорежиссер сейчас нас выгонит из студии. Спасибо нашим гостям. Михаил Рябов, начальник отдела ГИБДД по городу Кирова, подполковник полиции Виктор Шутинов, директор МУП Кировс. Дневной разворот на этом завершается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова